40-45 единиц техники выводят на очистку улиц ежедневно. Из них порядка 18. Это машины, которые вывозят снег. По ночам на дорогах работают до 10 единиц техники. В две смены трудятся 55-60 дворников и дорожных рабочих. А пришедшие в регион снегопады вынуждают усилить этот график. Дорожное эксплуатационное предприятие при выпадении большого количества осадков выводит на очистку всю имеющуюся технику и всех своих работников, которые задействованы на очистке. По нормативам привести все дороги в порядок необходимо в течение 17 часов после окончания снегопада. Однако уложиться в срок получается не всегда. Сначала приводят в порядок дороги первой и второй очереди, магистрали, по которым идет основной поток транспорта. А вот дороги третьей очереди, въезды, автомобильные стоянки и узкие тротуары остаются занесенными чуть дольше срока. Связано это с банальной нехваткой рабочих рук. ДЭП, как и прочие городские организации, не обошел стороной коронавирус. Просим отнестись с вами вниманием, так сказать, наших граждан, потому что люди работают и днем, и ночью стараются работать. И первоочередные места, где нужно очистить, именно чтобы проехал транспорт, и чтобы прошли на работу, и остановки общественного транспорта, и пешеходные переходы, стараются очистить в первую очередь. Где какие-то недоработки, звоните в департамент, будем работать. Если вы видите, что какой-то участок улицы требует очистки от снега, вы можете сообщить об этом по телефону 9-77-54. А вот зона подъездов многоквартирных домов – это ответственность управляющих компаний. Именно они следят за состоянием и дворов, и кровель. Центр ЖКХ на уборку крыш выводит ежедневно от 45 до 55 человек. Есть утвержденный график очистки, но он корректируется в соответствии с погодными условиями и жалобами жильцов практически ежедневно. Может быть частная ситуация, что запланирован дом по улице такой-то, номер такой-то, а по факту сегодня люди работают на другом объекте. Потому что там, ну, скажем, за ночь, либо за предыдущее время выросли сосульки, образно говоря, которые угрожают безопасности пешеходов. Если особенно страна прилегает к тротуару, то, естественно, мы плановую очистку по этому дому, который в графике, на сутки откладываем. Утвержденных нормативов, какие сосульки опасны, а какие нет, не существует. По словам Константина Зайцева, каждую ситуацию оценивают индивидуально. Ежедневные обходы проводят и специалисты Центра ЖКХ. Сообщить о наледи на крыше могут и сами жильцы. Бывают большие, которые угрожают жизни. Звонить нужно срочно по телефону 93333, если мы что-то пропустили визуально. Потом бывают сосульки, которые находятся в тех зонах, где пешеходы не ходят. Там, конечно, нужно оценивать визуально, потому что 10-20 сантиметров, но это не сосулька. А есть еще одна категория сосулек, те, что образовались на самовольно установленных жильцами козырьках балконов. Это уже частная собственность, следить за ней должны владельцы квартир. Впрочем, если ледяной нарост достигает критических размеров, управляющие компании все-таки его сбивают, отвлекая людей с работы на других объектах. Поэтому сотрудники Центра ЖКХ напоминают собственникам квартир, если вы установили подобный козырек, его необходимо узаконить, а после заключить договор на его обслуживание. Продолжение следует...